Я не плачу. Сразу передавай, Коля. Коль. Меняй. А я сейчас тоже буду еще 10 лет выходить. Все, ребят. Спасибо, Ленок. Давайте. Я сейчас вышу. Ну, видите, иногда и так бывает, Коля. Так, Николай, во-первых, привет. Николай, получается, не завершает сегодня карьеру. Николай, смотри. Ну, вот просто ты так зашел сразу, выдвинул Лену. Я ее выдвинул с прессы уже. Во-первых, да. Во-вторых, здесь. Это потому, что сфинксы там, а львы у нее. Это поэтому? Вообще, ну, не знаю. Я сфинкс, да? Ладно. Значит, сфинкс. Коля, а о регламенте знаете вообще? Или играем по наитию? Ну, вот сейчас новый формат. Отличается он от прошлогоднего. Правила в фурсе, да? И как их воспринимаем? Окей? Дышим. Дышим, так. 10 минут дышим. Если задохнулись. Еще раз дышим. Да, есть еще минута паузы. Попить водичку и потом опять 10 минут не дышать. Мне кажется, Николай Давыденко не может отдохнуться на корте. Ну да. Мне кажется, вранье. А, нет, это точно стоят здесь. Да, да, да. Я так пеной просто тут. Вы живые? Нормально, нет. Мы как раз по очереди. Да, да. Интенсивность, Коль, как? Нормально? Тянем? Плохо? Я волнуюсь просто. Извините. Так, в начале кажется страшно. Так, потом. Ну, 10 минут, да, все-таки. Ну, правда, 10 минут это где-то будет 4 гейма, да, подряд. Ну, если так прилично играть и не пить воду там, не садиться, нет, это считается как-то... Тяжело. Да, но когда втягиваешься и начинаешь чувствовать, что... Не летит. Ну, такой, типа, прошло чуть-то минута, там, посмотрел, там, задохнулся, посмотрел, у тебя 20 секунд есть пауза на подачу, там, что-то там судья там что-то высказал. Ну, есть, да, какое-то время отдохнуть. Но это, опять же, если очень длинный розыгрыш, ну, хорошо, если будет, как сказать, можешь накосячить, да, чем накосячить, пару розыгрышей отдать. Чем? Например, приемом, или, например, подает соперник, да, он там, есть время принял, пока дойдешь там еще, ну, отдохнуть, несколько розыгрышей, но... А когда вот, когда вы втянулись все-таки? Потому что сейчас играли все-таки микс, Коль, простите. Да сейчас мы не играли, мы сейчас просто... Развлекались? Да. А когда, подождите, до турнира вы как-то опробовали этот формат? Нет. Нам вчера сказали. Вот, нет, сегодня утром. Нет, ну на себе можно было попробовать как-то, что-то... Нет, не будете? Нет, а зачем? Ну как, интересно же. Интересно. На сколько организм еще способен? В 43 года? Ну, почему нет? Интересно. Да. Мне было очень. А, ты 43 тысячи... Вот, нет, вот я через три дня улетаю в Таиланд. И там кто будет? Вот там будет интересно отдых. Вот, 50 дней буду лежать, пить коктейли. Сколько коктейлей войдет, да? Да, в день, да, в час. Вот я буду считать, вот это интересно. Хорошо, а вот этот турнир, он больше для игроков, для зрителей. Если для зрителей, то как... Для зрителей классно. Для зрителей, да. То есть им больше интересно... Не только, не только для всех. Вот тот теннис, который вы показывали, то есть с элементами шоу, или все-таки вот что-то более такое приближенное к официальному? Нет, смотрите, 10 минут для зрителей, для спонсоров телевидения, вообще для всех это идеально. Да? Вот для игроков, вот спросите у Хачанова, если придет к вам что-то... Придет, придет. Придет вот к вам, ну и спросите у него, потому что все-таки они играют сейчас максимально, да? Да. Да, физически. И вот он точно скажет, насколько... Потому что Хачанов все-таки всегда физическая форма хорошая, да? И вот он реально может сказать, насколько ему хватало ли... Ну, в смысле, 10... Нет, 10... 10 минут... 10 минут для зрителей это... Я понимаю, для зрителей это шикарно. Да, смотришь 10 минут без перерыва, там, они играют, не останавливаются. А вот для игроков, да, сейчас действующих, насколько физически, где, при какой... Вот можно даже посчитать, на какой минуте ты сдох. Или потерял концентрацию, потерял какой-то момент и, может быть, там упустил что-то. Ну, вот это вот будет видно более там на телевидении уже будет видно самому. Ну, или к третьему дню, да? Ну, к третьему дню уже, я думаю. Там же, по-моему, уже матчи меньше будет. Завтра, по-моему, самый такой очень... Коль, между прочим, счет вообще-то 8-8 сейчас. Вы в курсе? Да я понимаю, что... Саша там спасает вас изо всех сил. Только что летели, а сейчас вот сравнивает счет. Молодец. Нормальный? Молодец. Ну, он чувствуется питерский. Смотри, он же ведь тоже, он же участвует в турнирах UTR или... UTS. UTS. Я тоже мы все время как-то в счетах любее UTS. Он же сам сказал, да, побольше таких турнирчиков, да? Да, да, да. Вот, просто, но их мало, и они особенные. И уже их было проведено приличное количество. У тебя сложилось мнение по тому, хорошо это для тенниса, что играется в таком баскетбольном формате 4 четверти. По времени счет вот этого... Что Бублик сказал? Бублик вообще все пока. Не-не-не, он сказал, бабла побольше платите, и мы будем играть их. Коль, не только в деньгах-то счастье. Да. В любви моей работе. Нет, смотри, в любви еще счастье, да? Нет? А почему тогда? В Таиланде? Ну, Бублика еще раз спроси. Он точно скажет, он правду скажет. Но вот это сочетание, когда ты можешь и игроков деньгами удовлетворить, и зрителей вот этим коротким форматом. Ну, зрители, да, я думаю, довольны. Почему нет? Какова вероятность, что это... Во-первых, они не сидят три сета, они знают, о, матч, час, да, шикарно, потом мы пойдем кушать. Они не знают, да, вот, например, два сета, три сета, а, там опять третий сет затянули. Тут будет, да, 40 час матч, да, по 20 минут. Шикарно, мы по самому час пойдем, отдохнем, потом придем еще на какой-то матч. Зрителям идеально. Так, а есть ли шанс, что это будет использоваться на турнирах? Не будет. Мастерс. Ну, хорошо, сколько лет или десятилетий нужно, чтобы об этом задумались? Хоть что-то в правилах поменялось? Сколько десятилетий должно пройти? Ну, смотрите, а что, вот, я прошел поколение свое, да, например, 15 лет тенниса, да, что поменялось у нас? Ну, что? Ничего. Большие шлемы объединили формат решающего сета. Вот это, по-моему, все, что изменилось. Что у нас только поменялось? То, что мы не в мастерсах играли раньше пятисетовый, сейчас трех сетов. Вот это было, да. Нам хотя бы дали... Ты имеешь, что тут силы поменялось? Для игроков, да. Призовые, сейчас больше. Нет, ну, я имею в виду наше поколение за 15 лет, что мы поменяли, да, это потом они уже там начали добавлять что-то, но за наше время... Скорее про правила, да. Да, и забрали, допустим, то еще поколение двухтысячных, и наши, да, например, с 2000 до 2015 года. Я особо, на самом деле, что-то пытались, что-то придумывали, но не было, да, там пытались и мячи, чтобы хотя бы какой-то один мяч, например, да, качество мяча, чтобы, ну, пишите, что хотите, да, но чтобы он был там один, там, с одним, например, давлением, там, это... Нет, они же все равно разные, до сих пор они всегда разные, они не меняются, потому что заводы все равно выпускать, говорят, один завод пускает все мячи, все равно неправильно. То есть это мячи – это вечная тема вообще? Они будут всегда, не будет, например, спонсор, да, там, например, один завод, но это, получается, что, монополия, да, которую, типа, один завод выпускает для всех. Но к тому, что нужно адаптироваться к мячам, все-таки, извините, вот такие условия, ребят, давайте... Да, допустим, корты, да, ну, корты поменялись, да, я помню, что когда мы или Куба Кремля, или там, этот, Париж, когда я выиграл в шестом, вот, как раз в этот момент поменялся, все перешли на вот эту доску, да, которая здесь. Это вот, получается, седьмой год, уже все, такого покрытия больше не было. Там была резина, простильная, на которой игроки жаловались, что скользковато, там, можно травмироваться, и реально травмировались. Корт был не очень приятный, да, для движений, поменяли. Ну, что еще, но, я не знаю, но вот при счете, да, там, ну, это в паре, там, да, при счете ровно, да, ну, чтобы быстрее, да, там, розыгрыш шли. Ну, так, вот сейчас какой-то вот бред начали, там, с бутылочками, с водой что-то придумывать, да, там. Что вы имеете в виду? Это Рафаиан Нодаль придумывает. Нет, 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 для, а то, что на, типа, сейчас говорят же, там, у них своя, Каждая, например, на Грандсламмах Своя бутылочка с водой Если ты ее потерял, у нее нет воды А, это про экологию, в смысле защиты Нет, нет, нет Антидопинговая какая-то, чтобы никто ничего не подсыпал Это тема такая, что ты контролируешь Свою бутылку со своей водой Фигуристы так живут всю свою жизнь, Коль Ну, я очень рад за фигуристов Самое интересное, что мы смотрим итог этого года И понимаем, что не сильно это помогает С бутылочками И в бутылочках Касается самых первых Мы же говорим, что-то поменялось У нас был такой момент Редбул, кола, кофе Принесите мне Неспрессо, выпил Кто тебе что-нибудь может подсыпать Раньше особо об этом не замечали И типа воду там открыл, выпил А сейчас типа все за этим следят Что-то там это Что-то мне кажется Немножко допинг-контроль Немножко этот ВАДА Это не ВАДА, это не Систов сейчас тестирует Это ITA Вот это самая, мне кажется Бредовая система Которую я вообще, наверное, думаю Почему? Ну, во-первых, они сейчас докопаться могут Вообще до того, чего Они не докапываются Они отмазывают наоборот, Коль Ну, опять же Как бы они не отмазывали Они пытаются все равно Хорошо, если бы они отмазывали Они бы это в тихушку отмазывали Так они в тихушку и отмазывают А никто не знает, что разбирать Да, вот полгода мы не знали Наверное, Коля о том, что кого-то отмазывают А кого-то условно отмазывают За то, что три раза ты не был в том месте Я говорю даже про составы Про то, что люди, допустим Раньше, допустим, можно было это принимать Сейчас это запрещено Они добавляют Запрещенные лекарства какие-то Что каплю в нос нельзя, допустим Во-первых, вообще это не влияет на самом деле На физическую нагрузку И на восстановление Ну, оно ничего не дает Ты теннисом выиграешь Ты там капнул себе в нос И там забегал и обыгрался Ну, это нереально Есть определенные препараты Серьезные, на которые уже контроль есть Но это же все, эта фигня Это аптечная, которая на самом деле Они до этого докопаются Каждой вот этой вот мульки Даже он Веснина, который закончил уже с теннисом Мне приходили два раза домой в 6 утра Я говорю, а что ты их не выгнала? Ты же заканчиваешь Ну, я такая вот честная Вот он уже пришел, типа И что, ты сдавал? А к вам когда последний раз приходили? Ой, это было в каком-то там древнем году И я уже иногда, интересно, я иногда брал Даже писал Мальдивы, даже не на Мальдивах Я говорю, я на Мальдивах Месяц Месяц на Мальдивах, прилетайте Никого там не было Не было? Вообще, по барабану Туда не прилетит никто Вот Там надо такие острова какие-то писать Там какие-то неизвестные Там адрес Неизвестный осл Куда лететь там? И никто не долетит Бунглая Николая Довиденко Так, я чувствую, что нам надо на самом деле Коля отпускать Потому что сейчас там 9-9 Напряженный матч И Саша Бублик идет, разбирается по правилам Он хочет понять, как ему выиграть матч Нет, а Бублик вот сейчас говорит А где Довиденко? Где он? Мне надо посоветоваться Он пытался, говорит, жалко, что не ты, капитан Я хочу-то у тебя Я бы говорил, я бы тебя заменил бы уже в этот момент Я бы вырвался на корт, побежал Я думаю, что ты можешь прямо сейчас это попробовать Нужно бежать, спасать Никто тебе не помешает Спасибо тебе большое Ну вот, что вот он, Янка, молчит? Почему он не бьет? Удача на турнире Почему не дерется? Спасибо, Кур Спасибо 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 Спасибо